Хотим поделиться небольшим опытом использования нейролизиса в лечении болевого синдрома. И тема эта, конечно же, не вызывает сомнений, потому что распространенность болевого синдрома, как мы хорошо знаем, среди онкологических больных очень высокая. При этом подавляющее большинство пациентов не получает адекватного обезболивания в процессе развития опухолевой болезни. Но с этим связаны психологический и физический стресс. И принципиально снижается качество жизни этих пациентов. Существующих методов, основных их два, они все хорошо известны. Это трехступенчатая лекарственная терапия с использованием наркотических и ненаркотических аналогетиков. И лучевая терапия. Но вот в последнее время стали вызывать определенный интерес методы интервенционной радиологии. В частности, методы абляции. Ну, методы интервенционной радиологии, они, в общем-то, можно разделить на две группы. То есть, в лечении болевого синдрома. Это методики, направленные на воздействие непосредственно на саму опухоль. Ну, чаще всего используются при лечении болевого синдрома, обусловленного метастазами, метастатическим поражением костей. Об этом мы говорили в прошлом году на данном конгрессе. А сегодня хотелось бы несколько слов сказать о воздействии на нервные пути. То есть, о нейролизисе. И наверняка в будущем будет представлять интерес использования комбинированных технологий. То есть, воздействие как на опухоль, так и на проводящие нервные пути. Интервенционная радиология на сегодняшний день предоставляет достаточно большой спектр энергетических технологий, с помощью которых мы можем воздействовать, проводить нейролизис. То есть, это и радиочастотная абляция, и микроволновая абляция, и лазерная абляция, и необратимая электропорация, ну и криоабляция. Однако, криоабляция, или как правильно сказать, крионейролизис, он, на наш взгляд, обладает неоспоримыми преимуществами по сравнению со всеми вышеперечисленными технологиями энергетического воздействия. Среди преимуществ это и безболезненное смешательство, в связи с чем процедура выполняется без общей седации. Отсюда вытекает возможность внутрипроцедурного мониторинга нервных, анализа нервных импульсов, то есть, в частности, чтобы не повредить двигательные какие-то нервы. Если мы воздействуем на температуру меньше 100 градусов, чем мы можем, в принципе, управлять на нервные проводящие пути, то данное воздействие является обратимым, то есть возникает так называемая валеровская дегенерация не всего нервного ствола, а только аксонов и миелина. То есть, в второй степени, в связи с чем возможно восстановление нервных пучков через месяц и до полугода. Также важно отсутствие рубцовых изменений, которые часто возникают при гипертермическом повреждении нервных стволов и отсюда с вытекающей фантомной боли. Кроме того, если мы используем криабляцию с температурой выше, точнее ниже 100 градусов Цельсия, то мы можем добиться необратимого воздействия, что приводит к поражению нервных пучков, которые не будут восстановлены. Ну и говоря о данной технологии, надо сказать, что какое-то время небольшое назад в проведении таких вмешательств оно было крайне трудным или невозможным, поскольку не было технологий современной визуализации и навигации, позволяющих попадать в столь малые структуры анатомические, как нервы или нервные сплетения. Но сейчас с появлением плоскодетекторной компьютерной томографии, в частности роботизированных систем ангиографических, это стало возможным. И мы в своем отделении достаточно широко этим плоскодетекторной компьютерной томографией пользуемся при различных вмешательствах, в частности и при крио-нейролизисе. Преимуществами плоскодетекторной томографии являются открытый контур гентри, что позволяет легко подходить к пациенту, подвозить оборудование любое, которое необходимо, высоковременное разрешение, очень высокое пространственное разрешение, доступность для практического здравоохранения, так как подобные ангиографические установки сейчас устанавливаются во всех отделениях рентгенохирургических. И, по сути, это единственная технология, позволяющая выполнять стереотоксическую 3D-навигацию в режиме реального времени. Целью нашей демонстрации и исследований было оценить возможности использования через кожного крио-нейролизиса под контролем плоскодетекторной компьютерной томографической навигации на лечении болевого синдрома у онкологических больных. За 2 года наблюдения таких пациентов было 7, у которых был выраженный болевой синдром, обусловленный массивным опухолевым поражением брюшной полости или малого таза с вовлечением крупных нервных стволов или нервных сплетений. Но и у всех пациентов, к сожалению, проводимая до этого трехступенчатая лекарственная терапия или лучевая терапия были недостаточно эффективны. В своей работе мы используем ангиографическую установку Arctis Z-Flor компании Siemens и криогенную систему аргоноделевую Sidnet Gold компании Galib Medical. Первым этапом выполняли плоскодетекторную компьютерную томографию зоны интереса с использованием внутривенного контрастирования. После этого осуществляли 3D-виртуальное планирование траектории установки криозондов с использованием встроенного программного пакета I-Guide Needle на рабочей станции ангиографа. Вот так это выглядит на рабочей станции. То есть после получения трехмерных изображений мы можем проектировать траекторию атаки, поставить две точки, одна целевая точка внутри организма и одна на коже, и тем самым компьютер сам просчитывает траекторию. Мы можем убедиться в безопасности данного пути в исследовании криозонда. И затем данная информация переносится на рентгеноскопический монитор. В дальнейшем под контролем 3D-навигации в режиме реального времени в зону интереса устанавливали необходимое число криозондов. Это мы использовали либо Ice Age крупные зонды, либо Ice Road. Это тонкие криозонды диаметром полтора миллиметра в соответствии с намеченными траекториями атаки. Криозондов было от одного до пяти. В зависимости от цели, точнее от объема поражения нервных стволов опухоли. Потом выполняли повторное сканирование для оценки адекватности позиционирования криозондов. После чего осуществляли двукратное замораживание нервных путей и опухоли, которая их поражала. Продолжительность цикла замораживания или криобляции составляла в среднем 12 минут. При этом размер ледяного шара мы оценивали с помощью плоскодетекторной компьютерной томографии, но уже без контрастирования, который выполняли либо однократно, либо несколько раз в процессе криобляции. Вот так это выглядело во время процедуры. Здесь слева трехмерное изображение. Мы видим, что установлено 4 криозонда в зону интереса. И при повторном сканировании можно четко наблюдать границы ледяного шара или айсбола, что позволяет обезопасить процедуру, обезопасить вмешательство с точки зрения повреждения смежных органов. Ну вот здесь мы можем убедиться, как формируется ледяной шар в течение времени. То есть при 10-минутном замораживании он имеет размер 1. Но если мы продолжаем подачу гелия, подачу аргона, то ледяной шар значительно увеличивается в размерах. То есть используя временной интервал или время подачи газов, мы можем изменять размеры этого ледяного шара. То есть использовать для этого не только число криозондов, но и время процедуры. Если требовалось, то мы выполняли так называемую гидродиссекцию. То есть если, в частности, здесь при криабляции опухоли с повреждением межреберных нервов был риск замораживания или повреждения кожи, мы выполняли гидродиссекцию, которая позволяла отодвинуть кожу от ледяного шара. На данном слайде представлены этапы крио-нейролизиса, чревность плетения у пациента с массивным поражением раком головки поджелудочной железы. Вот здесь видно, что сначала выполняли плоскодетекторную томографию с внутривенным контрастированием, получали четкое изображение и определяли, куда, в какую точку, где находятся члены сплетения, и затем продвигали криозонды. Здесь мы видим этап продвижения криозонда слева и паравертебральным доступом. И вот здесь два этапа продвижения криозонда правым паравертебральным доступом, соответственно, в правый гангли. Здесь пример проведения крионеролизиса седалищного нерва. Это у пациентки выраженный болевой синдром, обусловленный поражением седалищного нерва, вовлечённого в конгломерат опухолевый, обусловленный раком шейки матки. Ну вот так вот выглядит этот конгломерат в зоне соприкосновения с нервом до ведения криозондов. Ну вот здесь этап ведения криозонда. И затем здесь в данной ситуации потребовалась установка трёх аппликаторов. И вот здесь этап контроля. Мы видим формирование ледяного шара. Пациентка при этом находится в сознании. Можно контролировать движение ног, чтобы не повредить, так сказать, двигательные нервы. И одновременно оценить обезболивающий эффект, который, по сути, возникает на кончике и на конце иглы. Ну и здесь также приведён пример крионейролизма седаричного нерва, но только справа при массивном поражении опухолью, первичной опухолью рак мочевого пузыря. Здесь также видно установка пяти криозондов и формирование ледяного шара в зоне интереса. В результате проводящие нервные пути были подвергнуты крионейролизм в следующем порядке. Это три пациента крионейролизма седаричного нерва. У всех пациентов отмечалось выраженное снижение болевого синдрома с 7 до 2 баллов по международной шкале. При этом инфекционных осложнений и кровотечений мы не наблюдали. Продолжительность противоболевого эффекта составляла не менее чем 1 месяц. Таким образом, наше предварительное исследование показало, что использование плоскодетекторной компьютерно-томографической навигации позволяет осуществлять точный и безопасный доступ к нервным стволам и сплетениям, а также надёжно контролировать процесс проведения крионейролизма. Черескожный крионейролизм является эффективным и минимально инвазивным методом лечения болевого синдрома онкологических больных. И данная методика может использоваться в комбинированной терапии боли у пациента с распространёнными формами злокачественных опухолей. Благодарю за внимание.